Один фрагмент этого сюжета мы решили вынести за скобки. Люди, которые живут в столице, пришли сказать, что им не нравятся баррикады в центре города, раскуроченные улицы, разбитые окна и двери, грязь. Они не хотят таким видеть город. И даже готовы были сами разобрать баррикаду возле Цума, но этого не произошло. Их жестоко избили те, кто называет себя охраной Майдана. Предшедших они назвали провокаторами. Кто же такой провокатор, по их мнению? Очевидно, тот, кто думает и говорит иначе, чем охранник баррикады. Почему в информационном пространстве и в головах многих украинцев одни вдруг стали активистами, значит, хорошими, другие провокаторами и тетушками, значит, плохими? Многие, наверное, уже забыли, тетушка это просто фамилия человека, который на митинге напал на журналистку. Позже он публично раскаялся в том, что сделал. Но фамилию его сделали именем нарицательным, которое люди с одними взглядами стали использовать, чтобы обозначить тех, кто думает иначе. Вот и получается, что баррикады разделяют активистов, которые их защищают, и провокаторов, которым они не нравятся. И провокаторов, получается, можно бить, так считают активисты. На самом деле нет никаких активистов и нет никаких провокаторов. Есть граждане одной страны, и именно между ними баррикады. При этом те, что на Крещатике или на Грушевского, не самые страшные. Их-то можно разобрать. Но это ничего кардинально не изменит, если не убрать радикализм из голов многих украинцев. Потому что радикализм, прежде всего, начинается с деления людей на правильных и неправильных в зависимости от их взглядов. Эта мысль рождается в голове, потом появляются специальные слова для тех, кто думает иначе, потом баррикады, дубинки и коктейли Молотова. Мы с вами это пережили, и нам всем нужно сделать так, чтобы это закончилось и никогда больше не повторилось.